МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вас называют золотым голосом Верасов". Я так не хотела учиться и ездить на гастроли, это не учёба. Во время распределения разыгралась целая история. Хочешь петь? Я говорю, хочу. Верни 30 рублей и работай. А не было соблазна бросить творчество и уйти в профессиональный спорт? Я мечтала и думала, что я уже на сцене. Как вы можете охарактеризовать современную белорусскую эстраду? Она умеет петь, и уже артист. Надежда Анатольевна, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Рад вас видеть. Хотелось бы, в первую очередь, поинтересоваться вашим здоровьем. В апреле новостные ленты облетели новости о том, что вы больны коронавирусной инфекцией. Как тогда отреагировали медики? Как сегодня ваше самочувствие? И что можете посоветовать белорусам, чтобы они себя могли уберечь? Ну, посоветовать в первую очередь, это беречь. Беречь себя, поменьше в толпе находиться, то есть маски носить. Потому что это неожиданно. Где, откуда, чего берется. Вот я, например, не знаю, где я могла подхватить эту инфекцию. Вот. И честно признаться, мне было страшно. Я, когда попала в больницу с положительной реакцией на ковид, мне было очень страшно, потому что напугали информациями. Много информации было в интернете, по телевизору. Тем более, что возрастные люди в возрасте, у которых есть какие-то болезни. Но, как оказалось, я перенесла все это очень легко. Слава богу, все хорошо, все легко. У меня двухстороннее воспаление. Короче говоря, выписали меня здоровенькую. Я проверила, у меня антитела появились. Все. Я говорю, все, больше не болею. А потом показалось, ну, да надо действительно быть очень осторожной, очень аккуратной. Я нечаянно так на даче, у меня не вовремя скосили траву, зацепилась и упала. Ну, вот. Ну, смешно было, конечно. Я сама-то смеялась, потому что я упала, на меня корыто с водой еще сверху. Я говорю, вот ролик бы хороший получился. Но в это время у меня оторвался тромб и попал в легочную артерию. Вот. Как мне врач сказал, что это в счастье, что не в сердце. Потому что так меня бы уже не было. Но опять лежала в больнице в этой же, в этом, вся изолированная. Вот. А сейчас, слава богу, чувствую себя хорошо. Но мне было страшно, честно, опять. Когда узнала про тромб. Это осложнение, последствия инфекции. Ну, да, да, да. И то, что у меня сейчас тромбы, мне это немножко не радует. Но когда мне сделали повторно это КТ легкое, сказали, что все хорошо, что там уже тромба нет и, в общем, положительная реакция. Это вот сегодня я узнала, вот, идя к вам, готовясь на передачу. И мне стало настолько даже жить хочется. А то, что я уже готовилась к нехорошему. Здоровья вам и всем нашим телезрителям. Спасибо, спасибо. Вот вас называют золотым голосом виросов. Вы были одной из первых исполнителей легендарной песни Эдуарда Ханка «Малиновка». Прошу тебя в час розовый На бой тихой ко мне Многомиллионные пластинки, тиражи. Но при этом в самом начале ведь композиция вам не понравилась. Ну, так получилось. Мы писали пластинку в Москве. Записали много песен, и не хватило немножечко... Ну, короче, одной песни не хватило. И вот там в загашничке Яде или Вася, я не помню, нашли эту песню, предложили нам в студии. Вот она нам не понравилась, потому что показалась очень примитивной, очень легкой, простой, простенькой такая. И там же в студии делалась аранжировка. Ее сделали, записали, потом отснялись в Москве на программе, я вот не помню, то ли утренняя почта, то ли что-то такое. И потом поехали на гастроли. Вот не ожидали, когда мы в Дворце спорта работали, у нас в Аншлаге, да по несколько концертов в одном городе. И приходилось по три раза, а то по четыре раза петь эту песню. Вот песню, которую мы ее обсмеяли, как говорится, то есть она из-за своей простоты. Она звучала из каждого утюга. А, не то слово. И мы когда один раз споешь, зал кричит, свистит, не отпускают, ничего не дают, опять больше. По второму разу, потом по третьему. И потом в гостинице, когда отдыхаешь, и ночью там гуляют молодежь, там, не знаю, люди ходят, и все поют малиновку. Она до такой степени была популярна, что это просто удивительно. Вот как неожиданно. На какую песню вот бывает ставишь ставку, а она не идет. А это вот, пожалуйста. Так что, чем проще, тем лучше. Но у вас обратную реакцию не вызывало? Ведь когда исполнители по несколько раз просят исполнить одни и те же хиты, они говорят, хватит, прекратите, мы больше не можем ее. Нет, 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 нет. Нам нравилось, ну что ж. Конечно, очень нравилось. А вот вы, когда учились в Гродно, в музыкальном училище, вы параллельно достаточно много занимались баскетболом. Да. А не было соблазна бросить творчество и уйти в профессиональный спорт? Нет, нет. Я не знаю почему, мне очень сильно нравилось дирижировать. Я совершенно уверена была, что я после училища буду поступать в консерваторию на хоровое дирижирование. А спорт? Ну, я не знаю. Мне нравилось. Я вообще девочка такая была спортивная. Я и легкой атлетикой, и волейболом занималась, теннисом большим, легкой атлетикой. Ну, больше всего, конечно, это баскетбол, потому что я была в сборной училища. Нет, я не мечтала быть спортсменкой, я мечтала быть дирижером. А потом, когда меня вверхозабрали к себе, вот, и я так не хотела учиться и ездить на гастроли, это не учеба. Совмещать не получалось. Ну, да. Короче говоря, все закончили по два раза консерваторию. Ядя Поплавская, она первое отделение, значит, как пианистка, потом как композитор, там, Василий Раенчик. Ну, все, значит, и саксофонисты закончил, как по классу саксофона, и Саша по классу тубы. Вот. Но это все, ну, понимаете, это не то... Половинчато. Да. Это не то учение. Все-таки нужно учиться не на заучном, а на стационаре, чтобы что-то постичь, чтобы что-то узнать. Вот. А так просто приехать с гастроли, привезти сувенир с зачеткой, и все в порядке. Меня это не устраивало. Ну, и вот так, короче, я осталась с этим одним образованием. Музыкально-педагогическое. Хоровик-дирижер. Да, но, собственно говоря, во время распределения разыгралась целая история. Комиссия отправила вас на распределение в Барановичи, хотя вас уже ждали в Виросах. Да. Вы тогда что почувствовали? Вы пытались доказать комиссии, что вы, собственно говоря, уже с местом? Да, это не то слово. Сколько море слез было. Потому что я целый год училась, и все время думала, каждый день я мечтала и думала, что я уже на сцене. И боялась, что они найдут за целый год кого-то другого. А они ждали вас. А они ждали меня. Вот это приятно, конечно, но уверенно, то есть верные оказались мне, потому что я им подошла, я играла на бас-гитаре, я играла на акустической гитаре, я пела три в одном. Это трудно найти девочку, играющую и поющую. Тем не менее, они вас ждали, а комиссия принимает другого решения. А комиссия, вот идет распределение, я плачу, рассказываю, что меня ждут в Минске. Нет, хотя бы дайте Минскую область, там все-таки легче будет. Нет, нам надо в Барановичи, в Барановичское район. Вот, поэтому... А кем тогда? Дириженом? Учитель, нет, учитель пения. Учитель пения. Учитель пения, тем более не в самих Барановичах, это Рано еще распределило бы в какую-нибудь деревню. Но вы тогда пошли на прием к заместителю министра образования. Вам не страшно было? Страшно? Страшно, ведь я самый, самый большой человек для меня всегда это был директор, директор дворца культуры, директор училища, тут директор филармонии, а тут замминистра просвещения. Ну, он такой добродушный, доброжелательный, он так с удовольствием меня принял и сказал, хочешь опять? Я говорю, хочу. Верни 30 рублей в училище, которые дали подъемные по окончанию, и работай. Ну и все, я приехала в училище, отдала им эти 30 рублей подъемных, вот, и приехала, оформилась в филармонию. И так я в филармонии с 6 сентября 1972 года. Мне осталось еще два года до 50-летия. А в этом доме часто играет музыка? У нас тогда не было мебели, и колонки стояли на полу, и проигрыватели, а я из-за границ много пластинок привозила. И вот всегда молодые же были, господи, как включив на всю комнату, так иногда приходили снизу соседи и просили потише, там у них ребеночек спал. Ну, конечно, мы слушали, делали тише, но музыка не прекращалась. Потом сломался проигрыватель, пластинки остались, проигрыватели нет. Сейчас слушать нечего. Ну, потом, когда уже сама стала играть на гитаре, опять-таки репетировала все время, все время пела. Музыка постоянно. Давайте оверосах. Изначально ведь это был сугубо девичий коллектив. Да. А вот всегда там, где женские коллективы, имеют место какие-то интриги, какие-то слухи, сплетни. Непонятия, да. Да. Ну, я скажу, что мы между собой всегда сами разбирались. Мне вот это очень нравилось, и я нигде никогда не встречала такого. Допустим, если где-то что-то назревает, какой-то нарывчик там кто-то... Например? Ну, видно уже по отношению, когда, допустим, я и Ядя, например, что-то вот внутри, оно чувствуется, что-то недоговаривается. Ходишь, сычем смотришь друг на друга. Вот тут же собирается коллектив. Ну, девичий, естественно, потому что у нас музыканты раньше менялись постоянно. И разборки сразу. Каждый должен высказаться, в чем дело, почему такое настроение, почему ходишь надутый там, или не разговариваешь, или психуешь. Все, мы выкладывали друг другу все. Может быть, это будет эмоционально, я уже не помню. Да, бывало эмоционально, но эмоционально... Я могла там покрикнуть, могла сладцов... Ядя могла пульнуть, что в руках держала там. Но это все вот тут же, вот тут же, вот тут мы все вместе все высказали, выложили все, все, что накопилось. И мирно, хорошо, все, дальше работаем. И опять все хорошо, все любят друг друга. А вот шоу-биз 80-х, раньше были прослушивания, сегодня кастинги. И по вашим же утверждениям, можно не заметить по-настоящему талантливого человека. А вот как вы можете охарактеризовать современную белорусскую эстраду? Я... Ну, я не знаю. Вот я все время смотрю очень много артистов. Удивительно много. Ведь в наше время... Для маленькой белорусы... Время, когда я пришла на эстраду, да, действительно, худсовет был, и несколько человек прослушивали. И обязательно образование должно было быть музыкальное. Вот. А теперь кто-то, вот, умеет петь, и уже артист. Это не обязательно... В филармонии они не работают. Сейчас же свобода действий. Вот. Все свободные художники. Но я скажу, что очень много... Вот я... Где я могу посмотреть? На программе, допустим, есть такая передача на Первое то минулое, где вот именно молодые артисты. Ну, неплохие, неплохие. Только я их не... Их так много, что их и не видно, и не слышно. Нет популярных. Я не знаю. Несколько человек и то с того времени. Шоу-бизнеса нет у нас. Нету. И не продвигается, наверное, так, как это делается в России. Хотя в России наверняка точно так же много артистов. Ну, кто-то попадет к продюсеру, кому-то повезет. А у нас нет продюсеров таких, которые бы могли продвинуть. Есть артисты, которые сами пробивают дорогу. И активно пробивают. И вот я так посмотрю, я не буду называть имен, вот посмотрю, боже мой, как ты... Таланту надо помогать, а... Бездарности пробьются сами. Какая точная фраза. Но много есть таких, которые действительно наглым способом пробиваются, пробиваются и пробьются. Талант, какой бы ты его тряпкой, даже самой грязной, не накрыл, он все равно будет сиять, даже из-под нее. Его невозможно спрятать, задвинуть. Единственное, как по мне... Ему надо помочь. Да, вот люди особенно талантливые, они как-то, знаете, забрасывают. Они не ценят то, чем Господь их наделил. У них нет сил бороться с... С теми, кто может их растолкать локтями. Да, да, да. Вот. А тут сейчас такое время, что тут действительно надо наглость, надо уметь протолкнуться. Мне надо знать, что я еще любима. Ты мне в этом просто помоги. А когда вы поняли, что к веросам пришел успех? Я не выдержала. Позвонила, я двигаю. Я говорю, ядин, что будет со мной? Какая она, ваша мелодия жизни? Мажорная. Вам долгое время запрещали общаться с прессой? Я не могла врать, я рассказала правду. А надо было что-то придумать. В те годы всесоюзный эстрадный конкурс это мечта любого исполнителя. Вы едете и побеждаете. Да. Что тогда эта победа дала коллективу? Во-первых, дает право на сольное выступление. То есть, если мы работали, даже если мы работали сольный концерт, нам оплачивали как отделение. А когда мы стали лауреатами, нам стали платить как за сольное, то есть за два отделения. Мы сделали всю программу. Я скажу и про себя. Когда я ездила на всесоюзный конкурс артистов эстрады, стала дипломантом, и мне позволено было работать отделение. Лауреаты – сольный концерт, а дипломант, наверное, сольное отделение. А до этого я, допустим, я работала с балетом. А балет, ну, поровну. Половина программы балет, половина я. Балет – ансамбль современного балета. Вообще так интересное сочетание. Я в основном пела под гитару народные песни, что-то такое чисто гитарное, может быть, романсы. А они танцевали современные танцы в купальничках. Такие все, такие красивые, голенькие ходили по сцене. Ну, не совсем, не в полном смысле, но в смысле вот в этих купальниках. Вот. Но все равно программа принималась очень хорошо. Ну, короче говоря, вот когда мне позволили отделение, также вот что дает конкурс. Я не знаю, что сейчас дает конкурс и какой конкурс вообще. Сейчас много всяких разных… Ну, конкурс молодых исполнителей «Славянский базар». Да, голос. Это не… Голос, кайс, шоу. Как тогда конкурс, всесоюзный конкурс артистов эстрады. Это артисты-профессионалы. Вот я когда ездила, так было 86 исполнителей со всего Советского Союза. Я вошла в… Было 8 призовых мест. Вот я… Представьте, из 86 8 призовых. И я в этой восьмерке. Это очень пристиг. Кстати, там был Серов. Он там не прошел почему-то. Но его жюри позвали и предложили ему в Ялту на международный конкурс поехать. Потом там была Отеева, Ирина. Были которые первые вместо, и их не слышно. Не слышно. Но были такие… Вот, например, одна певица из Грузии, я в зале сидела, слушала. Я рыдала. Хотя она пела на грузинском, я ничего не понимала, но я рыдала от того, как она это исполнила. И ее нет. Манана Тададзе. А я даже помню, как ее зовут. Вот. Ее нет, не слышно, не видно. Ну, а я уже для Беларуси… Вот она я. Меня на улице узнают. Мне очень приятно. Когда уже большая часть жизни, ну, прошла вашей, да, и творческой, и вот оглядываясь назад, какая она, ваша мелодия жизни? Ну, сказать лирическое. Конечно, в моей жизни больше лирики, но я человек очень сам по себе веселый, и, наверное, наверное, мелодия мажорная должна быть. Скорее всего, мажорная. Побросим наиграть что-нибудь такое, что вот характеризует вас. Как нельзя больше. Любите каждый день и каждый вечер. Любите каждый час и каждый миг. Пусть к лет ваших чувств сгорают свечи, в которых сердце ступит, сердце крик. Любите, тратьте душу на любимых. Не бойтесь боли, что она придет. Ведь словно в воздухе им необходимо знать, что их кто-то в этом мире ждет. А когда вы поняли, что к веросам пришел успех? Ну, вот, когда поехали по всему Советскому Союзу. И нас принимали. И были аншлаги. Так. Но это же не только же из-за Малиновки. У нас много песен на российском телевидении. Вы гастролируете по всему бывшему Советскому Союзу. Но, тем не менее, вы неоднократно хотели покинуть веросы. Почему? Я не очень хотела. Это меня муж хотел. Потому что, говорит, ты уже готовая певица. Тебе пора делать свою... Сольную карьеру. Да, я не могла решиться. Потому что, ну, мне надо, чтобы мной кто-то руководил. Вот я такая. Я буду подчиняться, вы мне только доправляйте. А там у нас был все-таки Ядя и Василий Раинчик, как руководители. Вот. А тут остаться одной, я никак не могла решиться. Но решился он. И мне пришлось уйти в декретный отпуск. Я уже родила, слушаю по радио каждый день наши песни. Я не выдержала. Позвонила Ядвиге. Я говорю, Ядя, что будет со мной? Ой, я не знаю. Она тоже мне как-то так ответила, что... Короче, мне было понятно, что я уже не вернусь. Вам было обидно? Обидно было. Я очень много плакала, конечно, потому что... Хотя, с другой стороны, я говорю, чего? Вот сейчас как раз самое время делать сольную программу. Ну, вот мне как-то... Ну, обидно, да, было. Было обидно. А потом со мной случилась беда с голосом. Да, у вас пропал голос. Вы потеряли его. Я не могла уже петь то, что пела в «Веросах» ни одной песни. У меня пропал голос. Вот, и все. Но, тем не менее, ваши тренировки, ваше усердие позволили вернуть. Да, да. Это мне благодаря Ирине Полянской, Ирина Александровна, педагога, она мне помогла вернуть. Ну, и плюс еще лечилась, уколы делала, таблетки. У меня было несмыкание во всех регистрах. Ну, ничего. Короче говоря, голос вернулся. Он понизился. И у нее сейчас, поскольку я, я говорю, голос тоже потолстел. Поскольку у меня моя фигура не позволяет петь тоненьким голоском, он у меня понизился. Он говорит, и вот то, что надо для сольного пения, такой низкий бархатный голос, вот он у меня сейчас такой и есть. А вот после ухода из коллектива вам долгое время запрещали общаться с прессой. Это позиция Раинчика была? Нет, дело в том, что нам всем запрещало. Когда мы работали в Веросах, нам было запрещено говорить. С журналистами и нет. Да, да. Это что-то было. Я помню однажды, когда мы были в Болгарии, но там так случилось просто случайно. Мы сидели где-то в кафе, и вдруг прям вот ко мне камера, микрофон, опа, и вопрос. Но вы же убегать не будете, вы начнете отвечать, да? Нет, мы сидим за столом, и я начала рассказывать, и рассказывать, но я же правда, честно уже говорю, так, как есть. Но, правда, меня колотило, я ни разу в жизни ни одного слова не сказала, и то вдруг вот так вот, и за рубежом. Но ничего, я все рассказала, все честно, а потом приходит ко мне Василий в номер, весь себя бух-бух-бух, ну, что-то там такое. Я говорю, Вася, я же все рассказала так, как на самом деле. Я сейчас не помню, о чем речь была. Ну, вот не то. Я говорю, так надо было предупредить, надо было сказать, как надо было обманывать, потому что они все... что-то приукрасить, может быть. Я рассказала правду. Может быть, это было про песни, которые мы пели. Мы пели эти политические, патриотические песни на испанском языке, вот. Ну, и наши на русском языке. Короче говоря, я не помню, о чем, но факт того, что я не могла врать, я рассказала правду, а надо было что-то придумать. В советские времена ведь достаточно неплохие гонорары были у артистов. Это уже, наверное, после меня. Ирина Цветкова все время хвастается, что они миллионерами были. Вот я не застала. Может, и правда они там миллионерами были. Я этого не застала. Единственное, что... Конечно, мы артисты получали не только верасы, все всегда получали переработки. Вот, допустим, квартальная переработка. Норму выполнили, а то, что сверху нормы, это уже переработка считалась. Вот. Ну, а если ты работаешь все три месяца и одного концерта, одного не хватит для нормы, получишь 75% от оклада. Вот. Ну, получали какие-то, но не миллионеры. А какую музыку вот слушаете и любите лично вы? И как вы относитесь к музыкальным исполнителям, которые сегодня очень популярны, а-ля Тима Белорусских, Элджей, Ольга Бузова? Они очень раскрученные, но тем не менее... Вот я не понимаю их. Я их не понимаю. Ну, одну-две песни, все. Я не знаю. Я не знаю. Это надо у молодежи спросить. У них такие пристрастия, им так это все нравится. Это не мое. Сейчас многие артисты, которые уже не первый год на сцене, некоторыми десятилетиями, такие как Басков, Киркоров, пытаются стрелять в ту целевую аудиторию, в которой они до этого были не востребованы. Появляются новые хиты. Цвет настроения синий, потом черный. Вот недавно мне этот... Значит, люди, которым 18, тоже включили песню Николая Баскова с каким-то молодым человеком. Для ТикТока они сняли. Ну, я не понял, о чем она песня, но ритмы достаточно завораживающие. Наверное, все равно содержание. Главное, чтобы вставляло. Ну, видимо, да. Видимо, да. Потому что, если прислушаться к текстам, там их просто нет. Там просто набор слов. Да, золотые цепи. Да, я не понимаю вообще, как. Значит, смузи в бокале, что-то вот такое. Набор просто каких-то фраз, наверное, не знаю. Мы когда работали, тогда у нас был худсовет, и ни одна песня не могла пройти мимо худсовета. И обязательно тексты проверялись, проверялись даже больше, чем музыка. Завлит был у нас в филармонии. Обязательно все тексты проходили через него. Сейчас никто ничего не контролирует. Черт что. Я, например, ни одной песни такой не возьму. Мне надо, чтобы было содержание, было о чем петь. А еще больше... Какую-то мысль зрителей. Сюжетную, чтобы был сюжет. Чтобы вот рассказываешь, поешь, ну вот чтобы и видишь это. Картинка была. А так просто набор слов, это совершенно, ну, никак. А что я слушаю? Вот я немножко поменялась, наверное. Вот была на даче. Ну, люблю я шансон слушать. Ну, люблю. Ну, там хорошие тексты. Там хорошая музыка простая. Вот доходчивая, запоминающаяся. Мне это нравится. Ну, говорят, Патрисия Касса, это тоже шансон французский. Ну, конечно. Ну, в чем проблема? Конечно, конечно. Это нормально. Это же не значит... Это же не значит, что это блатные песни на фене и так далее. Нет, 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 не это. А именно вот так, ну, пусть даже вот Любая Успенская, да? Ну, у нее же шикарные тексты и душевные такие песни. Я, например, одну из ее репертуаров взяла себе. Это «Горчит Калина». Ее пела Игнани Бригвадзе. И вот это «Губ твоих, Калина, идут на убыль теплые деньки. Мне надо знать, что я еще любима, и ты мне в этом просто помоги». Ну, вот такие тексты. Вот это вот то, что надо, что ложится сразу сюда. Люся с вами уже 10 лет. Она музыкальная? Поет? Нет, нет. Вот первая собака у меня пела. Причем даже и по телевидению ее показывали, и по радио. Ее представляли, поет Санта Борисовна Микулич. А вот эта вот Люся Борисовна Микулич, она не поет. Но она ей не мешает, когда я работаю. Единственное, конечно, когда со мной ездила на концерты, ее держали за кулисами, ну, на последнюю песню отпустите собачку. И она через весь зал на последней песне бежала ко мне на ручке. И я ее возьму, она сидит так внимательно, смотрит в зал изучающий. Вот. Ну, вот такие моменты были. Залом и от умиления просто там хлопали больше Люся, наверное, чем мне. Интересная история была с получением звания. Мне позвонили и поздравили. Я заплакала. Невроза – настоящее брачное агентство. Подходит, становится на колено и признается в любви. Кажется, что у вас почта ревнилый муж. Да не дай бог, работать с мужем вместе. А вы активны в социальных сетях? Бомжи узнают. У нас интересная история была с получением звания заслуженной артистки Республики Беларусь. Я знаю, что вы об этом узнали от друзей. Ну да, это очень удивительно. Потому что когда, во-первых, я уже была на пенсии. Да мало чего удивительно. У нас был тут народный артист Советского Союза Овсянников, Геннадий Овсянников. Так вот о том, что он народный артист Советского Союза, он узнал из свежего номера газеты. О как! Бывает и такое. Ну да. А мне позвонили и поздравили. А я говорю, с чем? Ну как? Ты, звание тебе дали заслуженно. Я заплакала. Дело в общем. Документы подавали. Подавал Совет Музыкальных Деятелей. Ну, там, как всегда, в министерстве находится человек, который документы спрятал и все. Дороги нет. Проходит время, никто ничего. Потом узнается, что если опять заново, опять заново все документы, опять все по новой, бегай, подписываюсь. Потому что даже до министра не дошли документы. Вот. Это было перед моим бенефисом, когда я отмечала 25 лет на сцене. Вот. И потом пришлось через полгода опять оформлять новые документы. Но тогда я сама лично эти документы отнесла министру. Вот. Потому что уже от министра там уже как пойдет. А до министра вот человек был такой доброжелатель, который спрятал, и никто не знал. И министр не знал. Вот. И все. А дальше я уже ничего не знала. Дальше я уже узнала, когда мне уже поздравили. Но было приятно, конечно. И вот теперь еще артисты не знают ни одной песни, а уже заслуженной. Много таких уже есть. Тоже обидно. Потому что тут всю жизнь добивался чего-то. Но добился. Но с другой стороны, вот я иду по улице, и меня все узнают. Подходят и просят, можешь вас потрогать? Признаются в любви. А один раз вообще шла, молодой человек шел с цветами. Ну, видимо же, нес кому-то. Он меня увидел и подарил мне эти цветы. Я не хотела брать. Я говорю, это не для меня. Слушайте, ну, безумно приятно. Да. Потом сижу на остановке, тоже молодой человек подходит, становится на колено и признается в любви. Бомжи узнают. Кажется, они же телевизор не смотрят. Стоят под магазином. Нет, узнают. Один раз даже рубль дала одной тетке. Стояла такая вся сия. И говорит, я когда в тюрьме сидела, говорит... Только вас слушала. Я вас увидела по телевизору с гитарой. Я на следующий день взяла гитару и научилась играть на гитаре. Я говорю, ну, на тебе рубль за это. Ваш муж тоже из Верасов. Тогда еще шутили, что это не Верасов, а настоящее брачное агентство. А правда ли, что ваш супруг Борис Белый и Саша Тиханович женились в одном свадебном костюме? Это, да, 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 да. Это получается... Ну, он пришел к нам работать рабочим, Боря. А потом он ушел на стажировку и стал администратором, возил коллективы. А потом уже, как говорится, стал директором чаровницы. Ансамбля чаровницы, откуда выходец я. Вот. Ну, а потом, когда мы поженились с Борей... Дело в том, что мы с Верасами ездили за границей. Тут-то ничего нельзя было купить хорошего, красивого. Сашка купил себе блейзер. Сейчас такого слова даже нет. Это пиджак, двухбортный, наверное, с двух сторон такие. Пуговицы красивые, накладные карманы большие. Вот. Это был 1974 год. Ну, и Боря говорит, Сашка, дай пожениться. Он, а... Вот мы поженились. Через два года, по-моему, или через год, Саша съядит. В этом же пиджаке, потому что... Ну, у нас не сохранилась фотография. Ну, так получилось, что мы нигде не сфотографировались. А у Сашки есть фотография с ядей в этом пиджаке. Ну, я говорю, в пиджак заколдованный, потому что мы все прожили и живем, ну... Не расходясь, не изменяя, как говорится, крепкие, нормальные семьи. Хорошая жизнь была. Я работала с Веросами, он работал с Чаровницами. Мне сказали, как ты его отпускаешь? Там же женские коллективы. Девушки, да. Да, одни девушки. А потому что с этими девушками только мой муж мог работать. Мы только поженились, хочется быть вместе, уже началось или я, или работа. Ну, пришел он в Веросы, поработал два года. Боже мой, да не дай бог работать с мужем вместе. И там какая там любовь, когда и днем, и ночью, и работа, и не работа, все время рядом, рядом, рядом. Надо отдыхать. Нет, лучше вот так вот. Ушел с утра на работу вечером, пришел, и хорошо. Ну, и вот из ваших рассказов кажется, что у вас очень ревнивый муж. Или он вас очень любит просто? Ой, ну сейчас про любовь. Сейчас сложно говорить, потому что у нас уже скоро 50 лет, как мы вместе. Но все равно иногда... Знаешь, интересно, как он раньше у меня всегда говорил... Спрашивал, вернее, ты меня любишь? Я говорю, да. А сейчас он не спрашивает, а сейчас ходит и говорит, ты меня не любишь. А ну, а я под настроение. Когда хорошее настроение, я говорю, люблю. А когда плохое, я говорю, не люблю. А вы активны в социальных сетях, я знаю, достаточно. Ну да, я везде... Ой, когда только появился компьютер, я, наверное, зарегистрировалась везде. И в Твиттере, и где-то... Мой мир там... Я сейчас туда не заглядываю. Где-то еще... Ой, сколько всяких там, где конкурсы проводят. Кстати, я была на конкурсах... Это неизвестный гений. Вот, такой сайт есть. И я там песню выставила. И моя песня победила. И мне бесплатно клип сделали. Да, и потом прислали. У меня он там где-то висит в Ютьюбе. Вот. Потом где-то еще... Не помню, какой-то сайт тоже песню свою выставила. Победила. Так меня вызывали в Москву. Я ездила в Москву. И лауреат первой премии. Да, вот так что... А как? А так бы сидела без этого. Интернет помог. Вы сказали, что у вас одна из ваших мечт, скажем так, о чем вы мечтаете, это выступить с президентским оркестром. Были какие-то предложения? Или вы выходили на... Было... Был момент, когда я хотела сорокалетие на сцене отметить. Но сейчас уже... А уже будет 50 лет. Ну, я не знаю. Дело в том, что я хотела во Дворце Республики и разговаривала с директором тогда. Но это очень... Это дорого стоит. Это все упирается в деньги. А расскажите о своем детстве. Вы всегда знали, что станете певицей? Я, когда была маленькая, маме говорю, мам, буду... Хочу быть артисткой. И я все время... Во-первых, я пела все время. Я хорошо пела. Потом я такая шохерная была. Я так любила хохотать. Да так хохотать, что все заводятся. Вот как есть игрушки такие смешанные. Да, я знаю. Дальше начинаю хохотать и все плачут. Вот я так вживую. Вот приду, там компания сидит, я как начну хохотать, и все ложатся. Вот. Я говорю, все, артисткой буду. Потом, когда уже повзрослела, я думаю, ну, учителем пения. И в итоге я закончила училище как учитель пения и стала артисткой. Вот как. Вы ни о чем не жалеете? Если бы отмотать жизнь назад, вернуться в молодость, вы бы что-нибудь поменяли? Нет. Слава богу, что так получилось. Что я музыкант. Я не просто певица, я еще музыкант. И освоила бас-гитару. Я с таким удовольствием играла на бас-гитаре. Кстати, если бы я не попала в феросы, я бы с чаровницами попала все равно на сцену, на профессиональную. Но там руководитель меня видел как бас-гитаристка. Я сильная бас-гитаристка была. А мне уже надо было петь. Я уже хотела и петь, и играть, и все такое. Короче говоря, я довольна. Вот сейчас мне иногда хочется взять аккордеон, но тут надо репетиться все время, потому что беглость пальцев. Ну, вот уже немножко не получается. Но пару раз на концертах я выступала все-таки с аккордеоном, чтобы люди видели, что я все-таки немножко аккордеонистка. Спасибо вам большое за наше интервью. Вам спасибо, что пригласили. Я с большим удовольствием вспоминала все. Ой, так можно долго говорить и много. Спасибо большое. Спасибо большое. Джаз или рок? Наверное, джаз. На что вы готовы во имя искусства? Все, что надо. Исполнитель, на которого равняетесь? Ни на кого не равняюсь. Я сама по себе. Деньги или успех? Начало успеха. Самый счастливый момент в жизни? Рождение дочи. У вас есть враги? Мне кажется, нет. За что вам стыдно? Я бессовестно. Мне не стыдно. Субтитры создавал DimaTorzok